Посмотрите, что у нас происходит за окном. Снег остался лежать. Вчера он падал, и я думала до последнего, что он будет давить, но нет, он не лежит. Я сейчас с ужасом представляю, что будет с общественным транспортом. Просто бедные французские дворники. Я надеюсь, они хоть как-нибудь справятся с ситуацией и немного расчистят дороги. Сегодня вечером я выделила немного времени и для своей коллеги. Сделала вот такой вот небольшой рисунок в акварели. Просто она, увидев мой блокнот, вообще, в принципе, знаете, странные вещи происходят на собрании, когда я открываю этот блокнот, просто все сидят на него, смотрят как завороженные. Потому что я люблю, на самом деле, в нем рисовать. Я уже в одном видео прям целый процесс показывала, как я рисую. Вот, это первый рисунок. Потом здесь я рисовала недавно такое вот неподобие пиона. Мне, на самом деле, безумно нравится, как смотрится текст поверх рисунков. И вот сегодня я нарисовала такой сорт ириса красного. Мне захотелось каких-то ярких красок. В общем, коллега моя очень просила мне нарисовать что-нибудь. Она была готова мне за это заплатить. Ну, конечно же, я сказала, нет-нет, я тебе подружески нарисую. В общем, вот сегодня родились на свет такие анютины глазки мне. На самом деле, очень нравится, как получилось. Особенно на такой бумаге она очень плотная. На нее просто можно было лить акварель, не знаю, литрами. Она никак не портится. И я ее упакую вот в такой свой просто любимый конверт. Называется конверт на японской застежке. Вот этой вот веревочкой он хорошо фиксируется. В общем, завтра я ей отдам вот этот небольшой презент. Порадую ее утром в понедельник. Сегодня удивительно не было никаких проблем с транспортом. Потому что для Парижа уровень снега, который выпал, был просто, правда, катастрофический. К тому же он еще и так неплохо полежал примерно до полудня. То есть, ну, естественно, здесь нет никаких зимних резин. Машин с утра не было практически вообще. То есть весь народ, весь обычный люд перебрался в метро. Вот, естественно, в метро была давка. Сейчас все растаяло. То есть на улице полная слякоть. Где-то еще лежат остатки снега. И самое веселое, что снег еще предвидится на завтра. А потом всю остальную неделю будет просто идти серый противный дождь. То есть уже два года подряд в Париже вот идет снег. Примерно ближе к февралю. Что, конечно же, всех очень пугает. Пока у меня есть немного времени перед тем, как бежать на очередную репетицию. Я решила вам немного вообще показать, чем я тут занимаюсь у себя на работе. И, скорее всего, я наконец-то, когда доберусь до дома, расскажу вообще всю мою историю. Как же я стала дизайнером и в симфоническом оркестре. Вообще, что касается моего образования, источников и вообще, как я обучалась. Потому что всему я обучалась сама. Вот, ну а сейчас вообще расскажу, над чем я работаю в данный момент. У нас приближаются концерты Берлиоза. И мне нужно будет предоставить афишу, тракты, брошюры, дизайн билетов. В общем, над этим я сейчас работаю. Завтра будет у нас собрание, которое будет посвящено как раз идеям вообще, что у меня есть в голове. Ну, точнее, мы все будем размышлять. Более-менее я буду предлагать какие-то технические штуки. Вот, обычно, когда делаю афишу, я всегда стараюсь делать какой-то набросок на бумаге. Потому что мне так легче выстраивать элементы, легче размышлять. И я не знаю, я просто, я уже хворила это издание. Я их просто обожаю. Спасибо моему другу Артуру, который когда-то мне подарил. Вот, я благодаря ему узнала, что есть такая классная книга. И знаете, она мне просто служит источником вдохновения. Она у меня уже почти год, наверное. И одна и другая версия. Вот, есть еще несколько книг дома. Ну, просто я беру ее, листаю, и каждый раз я вижу какие-то новые интересные идеи, как разместить те или иные элементы. И потом иду просто в InDesign, мой рабочий инструмент. Он всегда со мной. Вот, и начинаю делать какие-нибудь такие интересные штуки. Потом распечатываю, всегда распечатываю в черновиках. И, собственно, все так и готовятся афиши. Потом я связываюсь с нашей типографией. Мы говорим про размеры, про чернила, про бумагу. В общем, все такие технические нюансы. И все. Потом афиши прибывают к нам и уже распространяются по всем улицам, либо по метро в Париже. Куда же я без нот? Я не могу, они всегда со мной. Вот, это лишь часть нот, которая, вот, кстати, огромный сборник. Я вам покажу пример. Это часть нот для Берлиоза. То есть, это концерт. Вот, афишу я готовлю. Готовлю еще одновременно ноты. Здесь 21 кусок. 21. 21 произведение. То есть, разные отрывки, взятые из тех или иных опер. Помимо Берлиоза здесь еще есть Сальери и Россини. Вот. Тут только нотная партия для фортепиано. То есть, будет без оркестра. Это очень выгодно с точки зрения денег для самих, как бы, оркестров, если вы не знали. То есть, ну, естественно, оплата огромного оркестра, который включает, не знаю, 6 скрипок, 8 виолончелей. Ну, я грубо говоря, образно. И одно фортепиано. Естественно, это не сравнить по цене. Вот. Поэтому в этот раз мы решили как-то сэкономить, чтобы сделать больше концертов. И, в общем, эта версия будет с фортепиано, с солистами и с достаточно большим хором. Уже пришла пора собираться. Нужно будет пересилить себя и бежать по холодному, мокрому Парижу, потому что в 6 часов пошел опять снег. И завтра опять снег. В общем, погода меня прямо радует. Вот. Нужно будет побыть на репетиции примерно час, чуть больше часа. И потом уже можно будет ехать спокойно домой. У меня после репетиции всегда такая радость, что завтра четверг. И четверг у меня воспринимается, знаете, как такой почти пятница, потому что в пятницу я уже все. Я думаю, замечательно, как все хорошо, жизнь прекрасна. Вот. На среда, она такая у меня более интенсивная. Хотя, конечно, на репетиции я совсем далеко не каждую неделю хожу. Но когда такие дни выпадают, я просто чувствую, что мне нужно быть в форме и в концентрации. Добралась я до дома, и вот, хочу наконец-то с вами поговорить на тему того, как найти себя, на тему осознанности. Потому что, как мне кажется, если ты способен сказать, что твоя работа тебе нравится, что что ты делаешь действительно приносит тебе радость, ну, наверное, ты уже можешь просто без сомнений утверждать, что ты себя нашел, что ты просто нашел свое место в жизни. В моем случае это, конечно же, работа в симфоническом оркестре, где я работаю как дизайнер. Очень много вопросов по поводу того, что касается моего образования. И, друзья, у меня нет никакого образования графического, у меня есть диплом специалиста литературоведа, где я отучилась пять лет в России, а также магистр историю искусств, который я тоже получила в России. В Париже, в Сорбоне я получила диплом магистра истории искусств. И за плечами у меня еще два года докторантуры в той же Сорбоне. И, тем не менее, у меня нет диплома графиста, у меня нет диплома дизайнера. И, знаете, меня это нисколько не остановило, действительно, найти то дело, которое я люблю, и которым, как оказалось, я всегда просто хотела заниматься. Все, что я сейчас скажу, наверное, будет просто очень-очень субъективно. То есть, если вы хотите стать дизайнером, вообще не смотрите на меня, что у меня нет диплома дизайнера специализированного. Я понимаю, что вот в работе, которая есть сейчас, все мои дипломы и все сферы, в которых я раньше училась, они соединились, и без тех знаний, которые я получила в университетах, я бы, конечно, не получила эту работу, которая у меня есть сейчас. Потому что история искусства мне очень помогает. Я очень много работаю с книгами для оркестра, то есть музыка всегда переплетается тесно с искусством. Грубо говоря, для того, чтобы даже подобрать какие-то иллюстрации, показать общую связь, контекст искусства той или иной музыкальной эпохи. Конечно же, без знаний истории искусств здесь было бы просто вообще нереально. Даже мой диплом литературоведа мне помогает. Многие музыкальные произведения оставились так или иначе с пьесами, с текстами классиков. То есть здесь тоже без этого никуда. Даже греческая трагедия и все оперы, которые посвящены. Самсон долила первое, что у меня приходит на ум из Бирлиоза и из того же Сенсанса. Музыкальное образование позволяет мне работать с нотами, потому что мой пост еще включает работу с нотами. Это зависит еще от места, где ты работаешь. Например, в симфоническом оркестре у нас просто настолько специфичное место, что вот мой пост. Вбирает в себя и графический дизайн, и всякие штуки с макетами, афишами, брошюрами, книгами. С другой стороны, это ноты, это поиск правильных изданий. То есть, с одной стороны, у меня и коммуникация, это вся визуальная картинка. С другой стороны, мне дали немного часть продукции, то есть это ноты, потому что я, скажем так, компетентна это делать. А вообще, что касается технических составляющих, то в программе, в которой я в основном работаю сейчас, это индизайн, это адобовская программа. Также я иногда работаю в фотошопе, в улестроителя совсем немного. С индизайном я, скажем так, была знакома очень-очень плохо еще даже в России, когда писала в качестве редактора статьи, используя именно эту программу. А потом, когда я уже получила работу, естественно, мне пришлось капитально так углублять знания. И, конечно же, я просто и ночами не спала. Я просыпалась часов, наверное, в 6 утра для того, чтобы еще раз посмотреть, не знаю, какой-нибудь урок на ютюбе. Потому что вот все мое образование в дизайне заключается в том, что так же, как и с французским, ну, меня не подвела просто моя мотивация, моя мотивация, умение сказать себе, ну, от этого вообще твое будущее зависит, как бы, твой выбор, посмотреть фильм или посмотреть какой-то познавательный обучающий урок. Это внимание отводить именно самоконтролю, потому что, ну, с этим, как выяснилось, у меня проблем вообще нет. Меня вообще никто никогда не заставлял ничего делать, никто меня не подталкивал, что вот, иди, садись за уроки, делай их. Больше осознанности, что ли, приходит в твой ум, что, ну, от этого как бы зависит вообще вся твоя жизнь, по сути говоря, даже от банального часа, проведенных за чем-то полезным, за изучением французского или того же дизайна, просто, ну, ты видишь, что это все скапливается. Это может принести тебе действительно какой-то ошеломляющий результат. Вот, поэтому я, собственно, садилась и смотрела какие-то полезные видео на ютюбе. Я даже вам, честно, не могу посоветовать нормально ни одного канала, потому что в моем случае это был такой вот винегрет из всего, то есть я забивала какую-то тему, которая мне интересна. Или когда у меня по индизайну возникал какой-то конкретный вообще вопрос, не знаю, как правильно разместить картинку на весь объект. Просто я это вбивала, я не боялась пользоваться гуглом. На самом деле очень многие люди вообще, они боятся задавать вопросы, даже если вы не знаете, как правильно сформулировать. Да на ломаном, просто на примитивном языке вбейте это в поиск, вы найдете ответ. Тут вкушаю многочисленные вопросы по поводу того, что как же тебя взяли дизайнером, если ты вообще не дизайнер, и у тебя нет никакого образования. Просто, опять же, повторю, что очень многое зависит от людей, и очень многое зависит от места, куда вы пойдете работать, поскольку у меня была очень творческая сфера, то есть я не в IT-компанию куда-то шла, а именно в симфонический оркестр, то есть первое мое интервью, оно уже было сразу с дирижером. Мы с ним просто чисто по-человечески поговорили. Я ему показала уже свое досье, потому что к тому моменту у меня уже был свой готовый сайт с моими картинами, у меня были какие-то наработки в индизайне, небольшие брошюры, потому что я свою стажировку проходила в картинной галерее, в поле Рояль. И вовсе это произвело просто очень хорошее впечатление, потому что он и по сей день повторяет, насколько это важно вообще для дизайнера рисовать именно от руки. Таким образом, у меня просто в первое время уже было какое-то досье, то есть я работала сама для себя, не ленилась, делала сайт, делала какие-то макеты, брошюры. Представив все свое досье, рассказав свою жизненную историю, опыт, предоставив все дипломы, ну, в конечном итоге получила я эту работу, на которую я, правда, бегу в припрыжку каждое утро, и у меня вот даже силы остаются, чтобы в 10 часов вечера снять для вас видео. После того, как я вот пришла домой, поужинала, и мне захотелось с вами договорить вот эту начатую тему работы, поиска себя, осознанности, потому что мне кажется, это очень важно вообще делать то, что ты любишь. Я желаю вам отличного вечера или дня, и совсем скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова